Телекомпания РТС по заказу Луганского областного совета представляет Великий русский художник взял историческое событие. 16 ноября 1581 года царь Иван Грозный в порыве гнева убивает своего сына. Вся питерская интеллигенция увидела в картине новый мировой шедевр. Власти разразились гневными комментариями. Но только один посетитель выставки вглядывался в полотно исторической трагедии, как в зеркало собственной жизни. Ведь для написания образа царевича Ивана во всей столице нельзя было найти более подходящего кандидата, чем лицо с печалью обреченности Всеволода Гаршина. 19 век. Золотой век русской поэзии и литературы. Период явления миру лучших творений русской драматургии, стихосложения, прозы. Период формирования настоящего русского литературного языка. И ключевым в этом понятии является слово «век». Столетие, складывавшее год за годом, кирпичик за кирпичиком, крайне своеобразное, непохожее, глубоко православное и человеческое восприятие действительности, положенное на бумагу. Путь от Пушкина до Чехова. Это путь преемственности и развития лучших литературных традиций. Несколькими поколениями писателей и поэтов, которые каждый по-своему, кто-то талантливо, кто-то гениально, кто как мог, создавал этот золотой век, который в реальной жизни был очень далек от блистательности. Гаршин, в принципе, стоял над проблемами эпохи, хотя бы порождением, изгустком этих эпох. Гаршин стоял над литературой, хотя был писателем. Он был провозвестником, вот как бы земным ангелом и небесным человеком, провозвестником того невозможного гармоничного состояния мира, без которого он жить не мог. Вот как Лермонтов писал, когда в покорности незнания нас жить создатель осудил, неисполнимое желание он в нашу душу бы не вложил. Он не позволил бы стремиться к тому, что не должно свершиться. Он не позволил бы искать в себе и в людях совершенство. Когда бы полного блаженства нам не дано было узнать. И когда мы видим перекошенное лицо Ивана Грозного, общечеловеческую мечту, убитую им, держит в руках. Именно такой подтекст этой картины Репина. Это не историческая картина. Это то лучшее, что убивает государство, что убивает семья. Это то лучшее, что убивает человечество. Без этого лучшего нам не жить. Будучи выходцем из древнего дворянского рода, Всеволод Гаршин родился в родовом имении «Приятная долина» близ Старобельска. С раннего детства он отличается от сверстников. Удивительно светлый взгляд и поразительная задумчивость. Он как губка впитывает окружающий его мир, как бы проживая даже самые мелкие радости и трагедии. Вместе с отцом, кадровым офицером, с первых лет жизни Всеволод много путешествует, посещает разные уголки России, видит множество новых людей. Невзирая на юный возраст, многие путевые сцены и переживания оставили глубокий след и неизгладимые воспоминания в душе не по годам восприимчивого ребенка. Уже к пяти годам он выучился читать и пережил первую семейную драму. Отец – офицер-киросир, мать из офицерской морской семьи. И, казалось бы, устои должны в семье непоколебимо быть. Но вот воспитатель старших мальчиков, Завадский, который потом оказывается политическим, и отец невольно попадает в положение чрезвычайно, мягко говоря, щекотливое, когда он пытается с полицией вернуть жену. И тут раскрывается поднокутное Завадского, его ссылают в Карелию, и мать, ставшая гражданской женой этого воспитателя старших братьев Гаршина, в конце концов и мальчика, забрав к себе, возит его к своему гражданскому мужу. Можете себе представить, что ощущает ребенок. Это трудно вообразить. Но, с другой стороны, именно под впечатлением окружения Завадского сформировалось народолюбие и жертвенный пафос в натуре самого Гаршина. То есть, с самого начала сплелись такие кровавые, жестокие и страшные вещи, что трудно представить себе, как при других обстоятельствах мог бы возникнуть такой человек. До семи лет он знакомился со многими литературными произведениями, с мировой литературой. Не все, конечно, понимая в ней, но диапазон его чтения был очень широк. От собора парижской богоматери Гюго до «Что делать» Чернышевского. Никогда, кажется, я не перечитал такой массы книг, как за три года жизни с отцом. От пяти до восьмилетнего возраста. Кроме разных детских книг, из которых особенно памятен непревосходный мир Божий Разина, я перечитал все, что мог едва понимать из «Современника», «Времени» и других журналов за несколько лет. Сильно на меня подействовал «Бичер Стоу», «Хижина дяди Тома» и «Жизнь негров». Читал Пушкина, Лермонтова. Герой нашего времени остался совершенно непонятным, кроме Беллы, о которой я горько плакал. В течение трех лет будущий писатель жил с отцом, который сделал все возможное, чтобы сын оставался бы с ним. Но в 1863 году мать забрала Всеволода и привезла его в Петербург, где началась другая жизнь будущего литератора. После уездного, размеренного и патриархального Старобельска Петербург буквально завладевает сознание мальчика, вовлекает его в бурлящую и эмоциональную жизнь столицы империи, завладевает его сознанием. Период обучения не стал для Гаршина серьезной проблемой. Науки он воспринимает легко, но особенно тяготеет к словесности и естественным предметам. С четвертого класса он состоит деятельным сотрудником вечерней газеты, издаваемой еженедельно воспитанниками училища. Его газетные фильетоны о гимназической жизни под псевдонимом Агасфер пользуются неизменной популярностью среди юных читателей. Гаршин пробует себя и в поэзии. На свет появляется первая полноразмерная поэма, написанная гигзаметром. Но период первых успехов совпадает и с первыми проявлениями наследственной психической болезни. Сильное возбуждение и повышенная лихорадочная деятельность, поступки, которые он не мог объяснить в минуты просветления. В этом состоял весь ужас его положения. В своем болезненно-чутком сознании он считал себя ответственным за эти поступки, и никакие убеждения не могли его успокоить и заставить думать иначе. Полгода лечения приносят Гаршину облегчение. Он оправился к лету 1873-го и успешно окончил курс училища. Не имея возможности поступить в университет, я думал сделаться доктором. Многие из моих товарищей предыдущих выпусков попали в медицинскую академию и теперь доктором. Но как раз ко времени моего окончания курса было приказано реалистов в доктора не пускать. Пришлось выбирать какое-нибудь из технических заведений. Я выбрал то, где поменьше математики. Горный институт. Все время своего обучения, сначала в гимназии, потом в горном институте, Гаршин курсирует между Петербургом, Харьковом и Старобельском. В Старобельском имении проводит каникулы в Харькове, наведывается к родственникам. Позже в своих дневниках Всеволод Гаршин назовет Южный край своей физической родиной, Петербург – родиной духовной. Старобельские впечатления Гаршина наложили отпечаток на его творчество. Первая публикация, очерк, подлинная история Эннского земского собрания был построен на Старобельском материале. В этом очерке Гаршин в стилических тонах изображает работу местного земства. Кроме того, Гаршин собирался написать серию очерков Старобельской жизни. Этому замыслу не суждено было осуществиться. Ответственность за происходящее – глубокое переживание событий не только красная нить творчества Гаршина, но и основной мотив его действий, порою непонимаемых его прагматичным окружением. Весной 1876-го в Россию доходят слухи о беспримерных зверствах турок в Болгарии. Тогда горячо откликнувшееся на это бедствие русское общество стало посылать на помощь страждущим братьям пожертвования и добровольцам. Гаршин всей душою стремится стать в их ряды. Тогда из-за непризывного возраста его не пустили. Но мысль о необходимости принять на себя долю обрушившегося на народ бедствия все растет и крепнет в его душе. Когда же в апреле 1877-го он готовился к переходным экзаменам со второго на третий курс Горного института и пришел в манифест о Восточной войне, Гаршин бросил все и ринулся туда, куда призывали его совесть и долг. На правах вольно определяющегося Всеволод Гаршин был зачислен в 138-й Болховский пехотный полк и отправился на войну. Кто-то из родственников его матери писал, что ну что же вот Всеволод стал бы инженером. Инженер тогда была почтенная и приносящая хороший доход, профессия. И вот как он отвечает, вы подумайте только, он же в 76-м году он только начинал учиться в Горном институте. Карьера Горного инженера пугает меня. Я знаю многих из них. Все разделяются на три категории. Одни дельцы, загребающие деньги, чины места, другие спившиеся люди, третьи кандидаты во вторую категорию. Люди хорошие, честные, страдающие из-за того, что стоят не у дела, а у пустого места. Да разве это не пустое место набивать машину к какому-нибудь неучу? Несколько месяцев фронта переполняют ранимую душу писателя. Рубцами на сердце ложатся боль, смерть и тяготы военных действий. Страшная обыденность людской трагедии терзают его душу. Он рвется в бой под пули на передовую. В битве при Айасларе Гаршин был ранен в ногу пулей на вылет. В реляции о Айасларском деле было сказано, что рядовой из вольно определяющихся Всеволод Гаршин примером личной храбрости увлек своих товарищей в атаку и тем способствовал успеху дела. Всеволод Гаршин был представлен Георгию, но так его и не получив, отправляется к родным на извлечение в Харьков. Отсюда в конце 1877 года он посылает в журнал отечественной записки свой рассказ «Четыре дня». Его появление сразу заставило обратить внимание на молодого автора, составило ему литературное имя. Человек, оказывается, просто живет на войне. Он переживает, он одинаково боится, что сейчас пуля в него попадет, и в то же время он видит солнце, лунный уход, облако. Такая особая тональность, особая правдивость, естественность, одно из высших качеств русского искусства вообще. Отсюда успех, и отсюда вот эта новая такая интонационность, которая кое у кого была в военных вещах Мереме, а он, кстати, перевел один из самых знаменитых рассказов повести Мереме «Коломба». Первый русский перевод был Гаршинский. Вот. И кроме вот Толстого еще так не могли. У Гаршина появляется свой литературный стиль. Яркие и лаконичные образы его кратких, но законченных произведений вызывают неподдельный интерес литературной общественности. Простые в композиционном отношении рассказы Гаршина поражают читателей предельной обнаженностью чувств героя. В литературной критике тех лет все чаще встречается фраза «Гаршин пишет кровью». В своих текстах он формулирует актуальную проблему для России того времени и для себя лично. Личность, народ, война. Он пишет о войне, которая проходит между народами, между людьми, в душах людей. Он все чаще рассуждает о зыбкой границе между добром и злом, о неумении оценивать свои поступки с точки зрения христианской этики. Это темы, которые постоянно бередят сознание не только писателя, но и человека Всеволода Гаршина. Гаршин страдал маниакально-депрессивным психозом. Он от этого очень сильно переживал. Ему было неудобно перед друзьями, знакомыми. Но важно иметь в виду, что когда Гаршин писал, он это делал в полном рассудке. Когда приближалась болезнь, то он не мог не то что писать, а даже держать ручку в руках. Поэтому то мнение, которое иногда высказывается, что он был душевно больным, эт... Вечером.